Иван Герасимович Лапиков, великий советский и российский актер театра, кино и озвучивания, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола, родился 7 июля 1922 года на хуторе Заячий, вблизи села Балыклей, современной Волгоградской области России. Детство провел в Горной Балыклее, учился в Сталинграде, в заводском дворце культуры имени Ленина, в самодеятельном струнном оркестре играл на балалайке, занимался в драматическом кружке. В 1939 году он поступил в Харьковский театральный институт, где проучился всего два курса и началась война. Он был мобилизован в батальон, занимавшийся строительством под Сталинградом противотанковых заграждений, был награжден медалью за оборону Сталинграда, за то, что в Сталинградскую битву передправлял через Волгу в тылу раненых. После войны он служил в Сталинградском драматическом театре, где в 1947 году познакомился со своей будущей женой Юлией Фридман. В 1963 году он переехал в Москву, где работал на киностудии Мосфильм, а с 1965 по 1993 год он актер театра студии киноактера. Кино он начал сниматься в 1954 году. Популярность ему пришла в 1964 году с выходом на экраны фильма «Председатель». С тех пор актером был создан целый ряд подлинно народных образов. Среди крупнейших работ мастера, роли в фильмах Андрей Рублев, «Минута молчания», «Они сражались за Родину», «Вечный зов», «Россия молодая», трилогия «Фронт в тылу врага». Он снялся в 76 кинокартинах, множестве театральных постановок, награжден множеством наград за свой вклад в кинематограф. Скончался Иван Лапиков 2 мая 1993 года. Во время выступления перед воинами одной из подмосковных частей в поселке Калининец Народно-Фоминского района Московской области. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Иван Лапиков навсегда остается одним из любимых актеров в сердцах нашего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова